Добрый вечер! Мы с вами начинаем семинар «Большая чистка в Excel». Мы обсудим несколько приемов исправления некорректных данных, хранящихся среди Excel. Вообще говоря, тема очень актуальная, потому что мало того, что у нас накопились какие-то данные, надо, чтобы эти данные имели корректный и достоверный вид, потому что дальнейшая их обработка не даст нужного нам эффекта. И я здесь хочу наметить ряд каких-то возможных проблем и показать некоторые способы их решения. Какие конкретно приемы мы здесь рассмотрим? Ну, во-первых, мы посмотрим исправление данных, которые имеют определенные неточности и не нравятся нам стандартными средствами Excel. Я думаю, это многим хорошо знакомо, но еще раз обобщить это и обобщить лишним не будет. И второе, мы посмотрим, что такие вещи, если возникают регулярно, постоянно, можно попробовать исправлять автоматическим путем, то есть попробовать использовать в этом случае макросы. Ну, макросы на VBA – это отдельная тема, требующая детального подробного изучения, но кто-то это уже осваивал, кто-то уже это знает, и вот взгляд на эту проблему и ее решение с помощью макроса тоже такое вам предложу. Для тех, кто со мной раньше не встречался, не общался, позвольте представиться. Меня зовут Завьялов Андрей, я преподаю в Центре специалист курсы по как раз пакету Microsoft Office, по программированию макросов на VBA и по базам данных Access. Соответственно, вот это моя специализация, и, собственно, то, что мы будем сейчас обсуждать, это близко к тематике и баз данных, и к тематике управления информацией среди Excel. Ну, здесь мы, естественно, возьмем обсуждение с Excel связанное. Значит, по поводу материалов к нашему семинару упражнений, я уже говорил, на сайте у нас это есть в личном кабинете, то есть вы там, пожалуйста, найдете и скачаете эти файлики, и, соответственно, можете параллельно потом со мной проделать аналогичные упражнения. У меня, соответственно, эти файлы вот здесь тоже в папочке лежат, такие же, как и вы могли скопировать себе. Ну, и давайте по порядку наметим вначале проблему, что это за некорректные данные в Excel, которые приходится исправлять. Ну, вот у меня здесь несколько таких проблем отмечено. Это далеко не все. Вы можете мне, думаю, еще много здесь вариантов предложить, поэтому вот тут я в конце мог бы добавить, дописать многоточие и прочее, прочее, прочее. Здесь, возможно, еще варианты. Значит, ну, скажем, здесь речь идет о данных, которые из себя представляют текстовую информацию. И этот текст может содержать самые разные проблемы. Ну, самая несложная проблема, но неприятная выключая, это неверный регистр текста. Когда у вас большие и маленькие буквы написаны вперемешку, и это просто некрасиво выглядит. То есть с этим можно при желании бороться, и для этого есть у нас разные приемы. Второй момент. Когда у вас встречаются названия, содержащие различные кавычки, скобки, круглые, фигурные и так далее, и это вам совершенно не требуется для работы, это неудобные и излишние символы. Либо вот такая ситуация. У вас есть, например, текст, в котором содержится название какой-то фирмы, организации, и где-то это название написано просто там фирма Колобок, а где-то ООО Колобок, ЗАО и тому подобные вещи с теми же кавычками, скобками и так далее. Если это написано в разных вариантах, то это, естественно, программа не считается одинаковыми значениями, поэтому дальнейшие ваши действия по обработке таких данных, вы хотите, скажем, посчитать сумму с условием по фирме Колобок или каким-то образом сгруппировать и в сводную таблицу поместить, у вас это не будет группироваться, у вас это будет считаться разными по написанию названиями. Еще одна неприятная проблема встречается, когда данные мы откуда-нибудь импортируем. Очень распространенный именно в этом случае вариант. Переносишь информацию из какого-нибудь формата данных, не Excel, а, например, из какого-нибудь текстового файла, CSV файла, особенно если это какая-нибудь программа, которая разработана была достаточно давно, еще в среде MS-DOS. И у нас попадают в ячейки Excel не только данные, но и какие-то непечатные символы. Это может быть символ переноса строки или какой-то другой значок, который на экране может вообще никак себя не отображать, но потом при поиске вызывает проблемы. А так, это непечатные символы проблемы. Дальше, ненужные лишние пробелы. В названии встречается какой-то текст, который набивали, напечатали вручную, дополнительный лишний пробел, и эти названия уже не совпадают друг с другом. Естественно, от них необходимо избавиться, чтобы они не мешали. Ну и еще одна неприятная ситуация. Я это называл здесь латынь, но обратите внимание, вроде бы как русское слово читается, а я использовал символы латинского алфавита. Вот наверняка знакома ситуация, что написано какое-то название, но оказывается, что в нем перепутаны буквы кириллицы и латиницы. Вот скажите сами, если я напечатаю здесь вот такую букву М, это буква русского алфавита или английского? Вот, я напечатал две буквы в разной раскладке, русский и английский, вы их внешне никак не отличите. К компьютеру, естественно, эти символы сразу, понятно, для него они являются разными, и поэтому он мне также не объединит какую-то информацию, не даст ее корректно обработать. Особенно неприятные у нас буквы, это буква S, русская и латинская C, потому что они на клавиатуре вместе и очень часто с ними такая путаница. Значит, вот с этим всем и с другими многими подобными проблемами приходится бороться, и делать это можно разными способами. Ну, давайте я вначале разберу варианты устранения этих проблем с стандартными средствами Excel. Я думаю, это не займет много времени, потому что вещи, в общем-то, понятные. Открою исходный файл, большая очистка, вот этот файл у меня с какими-то данными. И я выберу первый лист, называется он «Замена». Вот смотрите, я здесь специально расположил данные, которые содержат как раз все перечисленные мною до этого проблемы. Что здесь можно встретить? Неверный регистр, использование кавычек, надписей ООО, запятых. А вот здесь вообще интересная вещь, в ячейке А8 у меня, видите, что принудительный перенос. Ну, вот как в Excel, Alt-Enter, там нажали, у меня получается здесь не видно этого символа Enter, но он содержит перенос, и уже вот это у «Ромашка» и вот это, это разные названия. Ну и здесь просто нормальный текст, но в нижнем регистре написано. Хотелось бы привести это к какому-то удобовариваемому варианту. Что можно предложить в самом простом случае, когда таких данных немного и вариантов исправления небольшое количество? Обычную команду «Замена» – «Найти и заменить». Я, например, говорю, найди мне везде слово «Ромашка» с кавычками и замени на слово «Ромашка» без кавычек. Можно это сделать? Да не проблема, я могу спокойно вызвать команду по Ctrl-H или вот через меню «Заменить». Пишу здесь это слово «Ромашка» и нет, с кавычками мы договорились, да, с такими вот кавычками. И заменяем на вариант без кавычек, да еще и написанное с большой буквы. У нас, если помните, и поиск, и замена позволяют выполнять это как с учетом, так и без учета регистра. Поэтому искать я буду вариант в разных вариантах написания, не учитывая регистр. Заменять уже на какой-то вот такой образец, где первая буквка будет заглавная. И говорю, замени-ка мне здесь все на этом листе. Ну вот, три замены он мне проделал. Что еще можно здесь заменить? Ну, например, вот эти вот все ООО заменить на что-то? Ну, просто на пустоту. Убрал. Но там еще остаются пустые пробелы, не очень удобные. И я, честно говоря, затрудняюсь здесь бороться с непечатными символами. Есть тут возможность выбрать какой-то символ для поиска, который не отображается на экране. Я часто даже не знаю, как он выглядит, потому что его не видно. И хорошо здесь это как раз переход строки, а могло быть что-то другое. Поэтому частично что-то можно с помощью замены убрать, но это в самых простых примитивных случаях. А потом, смотрите, если у меня таких названий фирм несколько сотен разнообразных, мне для каждого придется опять возвращаться к этой команде замены. Это, естественно, не самый лучший у нас способ решения. Второй вариант. Попробовать обработку, сделать исходных данных, которые у меня здесь были, с помощью стандартных функций Excel. Здесь будет интересно воспользоваться следующими функциями. Я специально выписал, но это далеко не все, что могло бы пригодиться. Но вот это, наверное, не то, что нам действительно будет полезно. Во-первых, функция подставить. Очень удобная вещь. Фактически эта функция по смыслу работы напоминает команду замены. То есть найди мне такой-то текст, замени на другой. То есть подставь мне вместо вот этого какое-то другое название. Дальше, с G-пробелы функция Trim, знакома наверняка многим, удаляет как раз вот эти вот ненужные пробелы, с которыми командой замены бороться проблематично. Еще одна функция, не знаю, применяли или нет ранее, PitchSymph. Печатные символы. Ну а по-английски она называется Klee, очистить. Вот очень кстати название нашего семинара «Чистка». В данном случае удаляет из текста все непечатные знаки, оставляя там только обычные буквы и цифры и какие-то другие видимые значки. Полезная штука. То есть без этого было бы очень сложно, если бы такая функция отсутствовала. Действительно, одну проблему было бы решить крайне проблематично. Дальше. Прописные. Это у нас функции, которые делают все заглавными буквами. Или пробначь, первая буква заглавная. Это для того, чтобы бороться с неверным регистром. Но вот такие функции есть. К сожалению, правда, нет функции, которая бы разбиралась с латиницей и тириллицей. И это можно реализовать только скомбинировав несколько стандартных функций. Но, тем не менее, на основе вот этого всего какие-то проблемы уже решаются. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть у меня. Вот я на втором листе функции расположил. Здесь название тех функций, которые нам могут здесь пригодиться, для того, чтобы данный текст превратить в какой-то единый общий вариант. Так как речь здесь идет об одной и той же компании, о фирме «Ромашка», но у меня она написана в разных комбинациях. Значит, в первую очередь я избавляюсь от непечатных знаков. Функция «печь симф», то есть я ее беру здесь, пожалуйста, выбрал из списка, применяю к данному тексту. И где это повлияет на результат? Вот, в восьмой строке. Видите, было у «Ромашка» принудительный перенос. Теперь это написано просто в одну строчку, без всяких переносов. Значит, мы от данного непечатного символа здесь смогли избавиться. Я считаю, что эту функцию стоит применять сразу, с самого начала, чтобы уже потом заниматься остальными операциями. Следующая функция. Вот это можно в любом порядке делать, но я решил ее запустить сразу. Я хочу перевести весь этот текст в заглавные буквы. Полностью верхний регистр. Ну и я поэтому обращаюсь к данной ячеечке. Ой, извините, в том порядке пошел. Вначале название функции прописные. И дальше указываю вот к этой ячейке дополнительную обработку. Применим. Ну, привели к единому варианту регистр. Да, здорово, удобно. Нам было бы сложнее гораздо это делать, если бы мы занимались обычным поиском, заменой одного текста на другой. Здесь ничего этого не нужно. Дальше, следующая функция, подставить. Вот эта функция подставить, или в английском варианте ее название substitute, позволит нам избавиться от некоторых нежелательных или символов, или даже каких-то фраз. Вот я хочу убрать везде из названия фирмы ООО. Слава. Как это сделать? Ну, смотрите, я использую как раз эту функцию подставить. Затем, обратите внимание на ее аргументы. Ну, дайте я вызову вставку функции, вот такую вещь. Значит, тут идет первый аргумент. Текст, для которого выполняется обработка. Дальше, то, что мы ищем, старый текст, и то, на что мы заменяем новый текст. Номер вхождения – любопытная вещь. Вы можете, например, убрать вот эти слова ООО в тексте только один раз. Если они встречаются там трижды, четырежды, а остальные останутся на месте. Но если этот аргумент не указан, в этом случае у вас будет произведена замена по всему тексту многократно. Так что каждое вхождение будет заменяться, как здесь сказано. Я этот аргумент не трогаю, а вот для данных, значит, ссылаюсь на текст, где у меня уже все за главными буквами написано. Ищу здесь ООО, вот такой текст. А на что заменяю? А мне надо не заменять, мне его нужно просто удалить. А удалить – это значит заменить на пустой текст. Можно ничего не писать здесь, но вообще-то это выглядит как пустые двойные кавычки. Открыли двойные кавычки, закрыли двойные кавычки. То есть заменить на пустоту – это фактически убрать из текста эту фразу ООО. Окей. Протянул, скопировал. Смотрите, где у меня там была ООО «Ромашка»? Уже этого нет. Пожалуйста, с этим я справился. Точно так же можно было поступить и со словом «фирма». Вот у меня здесь «фирма Ромашка» – один и тот же прием. То есть прямо один в один такое же выражение. А вот хитрее ситуация с двойными кавычками. То есть я хочу избавиться от символа двойных кавычек. Попробую воспользоваться той же самой функцией, но искать надо текст, который содержит кавычки, то кавычки с кавычками как бы не перепутались. Давайте покажу. Здесь используется такой прием. Значит, подставить функцию у меня. Дальше. Текст беру вот этот. Старый текст искомый – это символ кавычек. Дваями. Напечатал их сюда. А он мне говорит «недопустимое» выражение. Как бороться с этим? Ну, на самом деле, там очень хитрый прием. Надо будет эти кавычки написать в кавычках. И чтобы он понял, что идет речь о кавычках продублировать еще. Короче, я написал здесь «четыре раза двойные кавычки». Вот такой необычный момент. А заменить это на пустоту, значит, просто две двойные кавычки. Необычно выглядит, но мы сейчас проверим, что это даст нужный эффект. Смотрите, от символа кавычек я избавился. А как выглядит формула? Вот вверху, я думаю, видно хорошо. Вот такой любопытный вид имеет. Ну, убрать слово «фирма» из текста практически так же, как убрать слово «ООО». Здесь даже можно было просто скопировать формулу и написать здесь другой текст. И тогда, пожалуйста, я избавился от этого. Точно так же, я тут не заметил, но у меня где-то осталась запятая. Убрать запятую мы могли бы с вами, так же, как и слово «фирма». Ну, предположим, я это уже все проделал. Последний шаг, что нам остается сделать, это оставшиеся здесь какие-то ненужные начальные и конечные пробелы окончательно убрать. И для этого я использую функцию «Сжать пробелы». Применяю к данному тексту. Пожалуйста. Вот, ну, не берем во внимание шестую строчку, потому что я поленился, не сделал это для устранения символа запятой. И в остальных случаях у нас все уже четко совпадает. У нас запятой, ну, давайте вставлю еще одну колоночку. Получается, что мне нужно будет подставить символ запятой. Я думаю, если вы со мной параллельно делаете, уже догадались, что это опять аналогично тому, как я делал с любым текстом, такая же формула. То есть, ищи заключенный в кавычке символ запятой, заменяю на пустой текст. Пожалуйста. А это мне нужно поменять ссылку на другой столбец. Все. Как видите, все исправлено. Но что мне для этого пришлось? Я писал просто одну за другой данные функции в разных колонках. По-хорошему это можно написать одной формулой, но она была бы вот такая вот составная из многих частей. То есть, подставить то, другое, третье, четвертое, пятое, десятое. И чем больше я бы производил таких замен и исправлений, тем действительно длиннее бы было выражение. В одной формуле это смотрится очень громоздко. Есть, да? Получается. Хорошо. А вот дальше любопытный момент. Мы здесь не справились еще с одной проблемой, которая может сразу себя и не проявить. Дело в том, что вот скажите, у меня здесь названия ведь одинаковые теперь. Казалось бы, да? То есть, что было изначально, здесь все по-разному было написано, теперь одинаковые. Ничего подобного. Если я попытаюсь сейчас из этих данных сделать какую-нибудь сводную таблицу, выяснится, что это названия различные. Ну, давайте попробую. Я как сделаю? На отдельный лист просто скопирую это как значение. Сейчас вставлю пустой листочек вот сюда. Дальше вот эти вот данные скопирую. А сюда вставлю просто как значение. Давайте сделаю так, чтобы у этих значений был какой-то, я не знаю, порядковый номер, может быть. То есть, это фирма, это номер. 1, 2, 3, 4, там и так далее. Ну, не знаю, зачем я это делаю просто так. А дальше смотрите. Это можно не делать, посмотрите у меня. Делаю на основании этих данных сводную табличку. Пусть у меня будет вот на этом листе, в каком диапазоне, вот здесь, сводная таблица. И я выведу фирму в строки. А номера выведу в качестве значений, но не суммарных значений. Зачем мне в данном случае суммы? Я выведу здесь количество, счет. Видите, что получается? У меня здесь 8 фирм, но одна из них почему-то отдельно и 7 в другой группе. То есть, вот эта ромашка и вот эта, это разные ромашки. Догадываюсь, чего там не хватает? Латиница. Где-то латиница. Где конкретно? Может быть буква Р, может О, может А. Вот только буква Ш не вызывает никаких сомнений. Все остальные буквы могут быть написаны латиницей. И поэтому необходимо сделать еще и этот ряд замен. Вот это уже напрягает, потому что, если посмотреть, какие буквы латинского и русского алфавита совпадают, то это будет порядочный перечень, по-моему, 11 символов таких. А, В, Е, К, М и так далее. Похожие, одинаковое написание. Поэтому, либо я еще делаю такое количество замен, либо делаю какую-то табличку и придумываю, как бы мне эти замены из этой таблицы сделать каким-то другим путем. Вот это вот как раз задача, которая гораздо лучше реализуется путем программирования. Потому что в программировании меня не напрягает, что там нужно однотипное действие повторять. Это будет сделано один раз, и об этом потом уже не вспоминаешь. Эти формулы уже писать не нужно. Они будут не конкретно для ромашки, а для любого подобного случая названия используются. Поэтому вот я наткнулся на то, что здесь пример, где это действительно неудобно обрабатывать. Но, кстати, где конкретно, в каком из названий у меня встречается латиница, можно найти с помощью той же стандартной функции. В Excel есть функция, которая определяет, какой код у меня первой буквы в тексте. Но я не вижу смысла использовать эту функцию, потому что ее надо будет применять в начале к первой букве, потом ко второй, потом к третьей. Для длинных названий придется все перебрать. Так что эта функция код символа здесь мне тоже будет неудобна. Я думаю, что это как раз решение логичнее программировать. Хорошо. А теперь перейдем к обсуждению вопроса, а как действительно бороться с этими проблемами, не стандартными командами, а путем использования макросов. Тут я предлагаю два сценария. Первый вариант – автоматизировать эту работу, записав макрос автоматическим путем. Команда «Запись макросов» думаю, в Excel многим уже хорошо знакома. Эта команда позволяет выполнить один раз какие-то действия, а при необходимости обратиться к ним повторно просто проиграть запись. Но так как у меня повторять действия нужно будет подобные, однотипные, можно не просто записывать все подряд, а записанное еще исправить, подкорректировать и доработать вручную в редакторе Visual Basic. Второй вариант исправления данных можно реализовать с помощью создания специальной пользовательской функции на языке VBA, которая одна заменит нам все наши попытки учесть каждую деталь, в том числе вот эту проблему с латиницей кириллицей. Ну, давайте покажу первый вариант. Более простой, но мне второй больше нравится, поэтому мы его более подробно потом разовьем мысль. Значит, как воспользоваться здесь исправлением данных путем автоматической записи макроса? А вот смотрите, я сегодня с чего начал? Помните, я выполнял поиск и замену. То есть, найди мне ООО, замени на пустоту, найди мне слово такое-то, замени на слово другое. Вот можно было эти действия записать, когда я проделал вручную, и на основе этого уже потом повторять многократно. Я попробую это сделать вот для какого случая. У меня есть лист макросы и его копии, макросы 2. Вот на любом из них я могу попытаться записать какие-то исправления и потом проиграть аналогично для других данных. Как это будет выглядеть? Ну, пожалуйста, захожу в меню вид в Excel, в конце кнопочка макросы, запись макроса. Записываю макрос для этой книги. Эта книга у меня текущая. Макрос 1, название не очень удачное. Можно назвать его макрос... Как его назвать? Исправить. Исправление. Исправление текста. Вот, скажем так, я назову этот макрос. Кстати, кто макросами не пользовался, обращаю внимание, имена не должны содержать пробелов и других значков. Поэтому я пишу слитно, но каждое слово с большой буквки. Описание – это необязательная вещь, но такой небольшой комментарий в макросе останется. Что мы тут делаем? Я говорю, исправить. Или как там, удалить из текста. ООО, ИП, что там у нас... А, ИП у нас не было, здесь слово фирма. Дальше кавычки. Какие-то там запятые, пробелы. И так далее. Там упаду. Все. Нажимаю кнопочку ОК, и начинается запись. А в записи я делаю те же самые операции, что и до этого, когда выполнял поиск и замену. Вот так, давайте заменим текст ООО на пустоту для вот этого всего, моего листа. Он мне говорит, замена сделала. Дальше давайте заменим двойные кавычки на пустоту для всего текста. Давайте заменим слово фирма на пустое значение. Вот. Ну, короче, вот так вот я с какими-то здесь справляюсь ситуациями. Есть, да? Хорошо. Ну, можно по аналогии было и дальше записывать, как я убираю запятую. Хотя, почему бы не записать, это недолго сделать. Уже все настроено, налажено. То есть, найди мне запятую, замени на пустоту. Ну, вот, более-менее. С регистром сложнее. Но тоже можно написать, найди слово ромашка без учета регистра и замени на капслог. Ведь, в общем-то, пожалуйста, это сработает. Но давайте и это сделаем. Так, напишу без учета регистра, а заменяю на все заглавные. Проделал это. Что-то, возможно, не учел. Какие-то моменты здесь не устраню, но это все не предусмотришь. Но давайте я на этом пока остановил запись. Остановить запись можно в нижнем левом углу или там же в меню вид, макросы, кнопочка «Остановить запись». Что в результате получилось? Получилось вот что. Я сейчас верну назад, что у меня тут было на этом листе раньше. Вот такое было безобразие. И говорю, а можно мне повторно проиграть записанный макрос? Добраться до него можно из меню Excel там же, где кнопочка «Макросы». Кнопка «Макросы», еще раз «Макросы». Вот он, макрос «Исправление текста». Вот мое описание. И вот я его применяю на этом листе. Пожалуйста. Не надо каждый раз опять заходить, ищи то, заменяй на это, если у меня это все описано. Но я там мог не предусмотреть каких-то других замен. Скажем, подобный же лист похожий, но в нем у меня и не только фирма ООО, но там и какой-нибудь, я не знаю, написано. Какая-нибудь «Компания», «Ромашка» и вместо кавычек поставили какие-то фигурные скобки зачем-то. То есть, ну мало ли, кто там чего только не нахимичит. Вот такое название. Как сделать так, чтобы мой макрос работал и еще учитывал дополнительные какие-то правила, которые я сразу не предусмотрел. Можно попробовать его отредактировать. Добраться до редактирования макроса мы можем так. Если зашли в список макросов, где он у вас записан, там вместо «Выполнить» нажимаете кнопку «Изменить». Впадаете в реодактор VBA, и здесь я сделаю, чтобы вам было лучше видно, немножко шрифт покрупнее. Ну вот так хотим. Описаны те действия, которые мы с вами записали на языке Visual Basic. Посмотрите, что здесь конкретно у нас записано. Здесь на самом деле записаны команды с большим количеством параметров, поэтому они с переносом в несколько строк. Ну вот, собственно, я выполнял раз, два, три, четыре, пять замен. Replace – дословный перевод. Заменить. Что? ООО на что? В данном случае вот здесь replacement – замена пустота на пустоту. Или двойные кавычки на пустоту. Или слово «фирма» точно так же. Запятая. А вот тут у меня ромашка вот в таком виде заменена, вариант с заглавными буквами написано. Пожалуйста, все предусмотрено, все у нас здесь есть. Что еще можно было бы добавить по аналогии? А вот я там говорю, слово «компания» вместо слова «фирма» встречается где-то. Пожалуйста, скопировал вот этот текст программный и просто взял и дописал по аналогии. Найдешь слово «компания», превратив в пустой вариант. Найдешь фигурные скобки, превратив в пустоту. Но это даже на два раза придется скопировать такой программный код, а потому что у меня две фигурных скобки. Одна в одну сторону открывающаяся, другая в другую. Закрывающаяся. Пожалуйста, предусмотрев я такие вещи, доработал, дополнил этот макрос и попробую им воспользоваться теперь еще раз, но вот уже на вот этом листе. Запускаю на выполнение исправленный макрос. Пожалуйста, справился он мне с этой задачей без проблем. По аналогии, действительно, разобравшись, что делают там эти команды, можно не записывать всех шагов, а править текст макроса. Особенно если немножко с вежелбейсиком уже до этого были знакомы, это совсем не кажется проблематичным. Но, правда, есть одно «но». Мне кажется, что было бы гораздо проще и нагляднее, если бы мы с вами оставляли исходные данные как есть, без исправления. То есть, как они у меня были вот тут, в первом столбце. А применяли бы какую-то функцию, у которой исправленный результат во вторую колоночку бы выводил. Исправляя вообще все, что только можно. Вот это вот, я думаю, показать им реализацию с помощью пользовательской функции. Пользовательская функция, она будет доступна для использования потом не только вежелбейсике, но и на листе для расчетов в ячейках. При этом будет описана программным кодом на языке VBA. Такая функция будет содержать у меня буквально все, что угодно. И все замены, которые я хочу, и удаление непечатных символов, и удаление пробелов, и главное, она справится и с проблемой латиницы. Давайте попробуем это сделать. И единственное, что мне для того, чтобы до этой функции добраться, нужно будет попасть в редактор Visual Basic. В данном случае это можно сделать каким образом? Если у вас нет вкладки разработчик на экране, можно нажать комбинацию Alt F11. Alt F11. Я попадаю в текст макроса, который у меня до этого редактировался. Может, у вас это окно и было открыто. И здесь добавлю дополнительно вот такую вещь. Функцию. Команда Function. Потом имя функции можно придумать любое. Я в данном случае эту функцию назову. Как бы ее назвать-то? Ну, давайте я назову Исправтекст. То ли исправтекст, то ли исправленный текст. Но не важно. Длинное название тоже не хочется делать. Я сделал в стиле русской версии Excel вот такое название. Затем у этой функции будет у меня в скобках значение аргумента. То есть это текст старый. Как его назвать? Ну, можно так и назвать по-английски. Old Text. Скажем. Без разницы. Закрываю эту скобочку. А на выходе, что я хочу получить, хочу получить исправленное текстовое выражение. Значит, я указываю здесь тип результата SString. Вот, собственно, любая функция, которую мы программируем вежу в BASIC'е, в общем виде имеет именно такое представление. Давайте я еще чуть-чуть покрупнее сделаю шрифт, чтобы ее хорошо было видно издалека. Вот такое вот примерно представление. Function, имя функции и S, указывайте какой-то тип уже сами. И аргумент один или несколько, откуда брать исходные данные. Ну и, собственно, дальше, что конкретно здесь будет у нас происходить. Значит, в данном случае я заведу несколько вспомогательных переменных. Что это все означает для тех, кто программированием не занимался? Значит, это отдельный рассказ. Ну, можно не вникать просто в вспомогательные какие-то переменные значения. Значит, это будет у меня некая strx string переменная. И еще я заведу две перемены для кириллицы и латиницы. С ними была проблема неустраненная. Вот это пускай будет не обыдрено. Значит, это будет у меня, соответственно, strx, давайте, латиницу. Lat, string и str, roots. Есть такое. Теперь, что я делаю? Вначале я хочу устранить непечатные символы. Убрать непечатные символы. Значит, это я делаю с помощью следующей команды. Беру данный str-текст. Дальше. В нем мы используем командочку worksheet-function. worksheet-function. Я воспользуюсь функцией, которая у нас есть в Excel. в данном случае, но в самом Visual Basic можно к ней обратиться. Это я ее сегодня называл. Такую функцию напомню сейчас. Мы ее видели под названием PitchSymph, но в английской версии Visual Basic она называется Clear. То есть вот мы воспользуемся этой функцией Clear в данном случае. Она там в списках должна появиться. Вот она. Clean. Stop. Clean. А почему не клея? Наверное, я печалился. Clean. Ошибся там в примере. Да, это функция Clean. Надо будет исправить. И подставляю аргумент старый текст. Old Text. Вот после этой операции у меня будут убраны, удалены все непечатные символы из старого текста. А дальше вот та самая проблема, с которой действительно сложно справиться без программирования. Это я хочу избавиться от латиницы, заменить ее везде на кириллицу. Кому-то наоборот нужно это делать, но это значит то же самое, только зеркально. Я напишу здесь все буквы латинского алфавита, которые выглядят внешне так же, как русские буквы. У меня сейчас латиницы на клавиатуре. Причем напишу это в верхнем регистре. В верхнем регистре будет у меня это написано. Как это будет выглядеть? Подсказывайте, если я что-то пропущу. Значит, буква А выглядит не похоже. Буква Б похожа на русскую В. С, там Д не похоже, Е, Ф, Г, Х, К, Л, М, А, да, М, О, П, Р, С, Т, У. Так, ну и, собственно, все, наверное, да? Х. Х, а, Х еще, да. Пожалуй. Сколько их тут получилось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вроде похоже на правду, да? Ну, может, я какой-то еще не учел. Это не поздно всегда добавить. Рядышком, ниже, я напишу те же самые символы, но только в русской раскладке. В том же порядке абсолютно. Поэтому проверяю. Я переключился на русский язык, смотрю. Да, вот русские буквы сейчас печатаются мне. И капслоком пишу русскую букву А. Дальше, ничего, мне там В, С, Е, Н русскую. А, я понял, зачем Л-то написать? Это я уже поторопился. Я смотрю, в кириллице буква Л у нас не так же пишется. Так, выбираем. Я помню, что их одиннадцать символов вроде, а не двенадцать. М русская, О русская, Р, Т, И, Х. А, Х, начни у нас теперь. Все. Вот это латиница, это кириллица. Внешне мы их не отличаем. Программа понимает, что это разные символы, и поэтому на это будет реагировать. Хорошо. А дальше мы здесь добавим так называемый цикл. Нам нужно будет пробежаться по каждой букве вот этого списка и сделать соответствующую замену данными из второго списка. Так как мне нужен будет цикл для одиннадцати букв, я заведу еще одну переменную. Сразу ее здесь не написал. Ну давайте isInteger вот такая. И, пожалуйста, замена у меня здесь будет происходить. Это цикл от одного до одиннадцати. Командушка next. Конец данного цикла. И внутри цикла будет происходить многократная такая вот замена. Так, сейчас, секунду. Значит, смотрите. Давайте мы использовали с вами неоднократно в решении стандартным образом функцию, которая в Excel называлась у нас подставить. Или в английском варианте substitute. В данном случае в Visual Basic что-то подобное делает функция под названием replace. Мне ее название кажется более логичным в данном случае. Вот ей я здесь и воспользуюсь. Я пишу, что у меня переменная string x будет получать новое значение. При использовании выражения replace, при замене. Замена будет происходить у нас для текста, взятого из trx. Вот. Это первый аргумент. Второй аргумент. Что мы ищем? Мы ищем по порядку каждый последовательный символ из латиницы. Делать я это буду так. Отрезать по одной буковке каждый раз из иты по ша, по порядку здесь позиции. Из латиницы беру иты элемент в количестве одна штука. А заменять я буду это все на аналогичную по счету по порядку кириллицу. Тоже с помощью функции mid. Mid это аналог экселерской pctr. То есть вырежу из середины мне какой-то символ. str. russ. Иты элемент. Первая буковка. Все. Остальное ничего не нужно, потому что прочие аргументы указывают, сколько раз делать замену. Если это не сказать, то замена будет производиться по всем вхождениям. И вот что у меня будет делать данная строчка. Вначале она найдет латинские буквы а и заменит на русские. Потом то же самое сделает с буквой b, c, i и так далее. И вот это все прокрутит с первого по одиннадцатый знак. Хорошо. Но есть одно небольшое но. Я забыл уточнить, что в отличие от Excel Visual Basic он различает регистр. И поэтому он будет искать именно заглавную русскую букву, а маленький не будет трогать. Но мы же хотели все провести потом в вариант, написанный большими буквами. Можно это сделать было чуть раньше. Поэтому я вот тут для начала сделаю преобразование в заглавные буквы. Эта функция в Basic называется не так, как в Excel. Не app, а ucase. Вот такая штука. То есть это, напишу, наверное, комментарий, что у нас происходит здесь. Это заглавные буквы. Все заглавные буквы. А вот тут у меня получается замена латиницы на кириллис. Ну и, наконец, еще одну строчку сюда допишу. Если вам нужно также избавиться от кавычек, от OOO, от чего там еще мы хотели избавляться в наших примерах. Ну, тут много у меня всего. Ну, давайте от OOO и от кавычек. Это пишется подобным образом с помощью функции Replace. Просто тут будет много повторяющихся строк, а в этом случае присутствует. Смотрите, как это будет выглядеть. strx равно Replace. Дальше старый strx. Ищем текст, какой там у нас был. OOO, например. Уже латиницу мы убрали, значит, кириллицы. Заменяем на что? А не на что нам это удалить нужно, поэтому заменяем на пустой текст. Вот мы избавимся так от OOO. Хотите избавиться от слова фирма? Пишем слово фирма. Я просто скопировал уже это. Хотите избавиться от... Что там у нас еще было? Запятые. Запятую написал здесь. Хотите избавиться от кавычек? Ну вот это похитрее, значит, тут опять продублировать кавычки на кавычки. Ну вот прям похоже на то, что мы делали в Excel, но только это программируется. Вот так вот один раз, и потом думать, забыли, это у нас будет готовая функция. Ну и когда еще тут что-то аналогичное вы добавите, допишите подобным же образом, и скажете, ну все, вроде бы мы что только можно учли и исправили, последняя строчка. Название функции исправ текст. Я вот здесь повторяю. Приравниваю тому, что получился в конечном итоге переменной strx. Кажется, все, но надо проверить, потому что Visual Basic и вообще программирование без проверки не гарантируют нам результата. Кто знает, где я тут мог ошибиться. Потом сейчас буду пробовать. Если что, вернусь обратно и какие-то моменты уточню. Ну а что вы не успели за мной записать или у вас не работает, можно будет потом посмотреть, и я этот вариант вам, естественно, сохраню и скопирую. Пробуем. А пробую я это так. На листе макросы проба, где у меня колоночка исправлена, пока еще ничем не запомнена, я ссылаюсь на данную функцию. Сослаться на нее можно так. Если помните название, можно просто писать равно и название, которое я задал, там, исправить текст, да, или исправ текст. Вон она в списках появилась. Но можно по-другому. Ставка функции. Дальше раздел, определенный пользователям. В английском языке это User Defined. И здесь ваша функция как раз будет доступна. Ну, может быть, она тут не одна, а есть какие-то другие. Взял эту функцию, указал старый текст, скопирую это по всему списку. Пожалуйста. Он мне устранил все, что только можно для разных названий, для ромашки и для василька. И я вижу, чего осталось. Пробелы я забыл еще убрать. Но с пробелами тоже не проблема справиться. Функция G пробелы в Excel в английском называется Trim. В Basic точно такое же у нее название. И я точно так же могу ей воспользоваться в самом конце. Я просто вот здесь, когда результат буду записывать, непосредственно перед этим уберу пробелы. Trim от strx. Это, так напишу, убрать концевые правильные белые. Вот такая штучка. Все. И вот теперь мне придется, правда, повторно протянуть эту формулу по ячейкам. Все исправлено. Вот я думаю, что вот этот вариант, он, конечно, может быть и более трудоемкий, потому что надо изучать команды и программирование, надо как бы в этом погрузиться. Но если это достается готовое, кем-то разработанное, пользуется одно удовольствие. То есть взял, подставил это, и у вас исходный вариант приводится к какому-то общему, такому вот типовому моменту. И главное, что если здесь и была где-то латиница, она уже точно заменена на кириллицу. Вот из этих вот вариантов ромашка, василек и томат у меня будет как раз строго три названия. Можете в этом сами специально убедиться. Можно действительно поэкспериментировать. Здесь подставлять исходные данные в самых разных комбинациях опечаток и смотреть, что у вас здесь это приводится к единому варианту, удобному для дальнейшей обработки. Ну вот, пожалуйста, это такой любопытный прием. И саму мысль программирования данной функции, естественно, можно немножко было бы развить поподробнее. То есть и различные замены здесь добавить, дополнить или еще что-то дописать. Ну, в принципе, если Visual Basic вас не пугает, это все вполне реально потом доработать самостоятельно. Хорошо. Ну вот, собственно, это то, что мне хотелось сегодня показать. По времени я почти уложился. Ну и поэтому остается только порекомендовать вам для тех, кто хотя бы действительно сам подобные макросы писать, наши курсы по Excel 4 и 5 уровень, где мы как раз занимаемся различными командами языка Visual Basic с нуля. Ну и потом более подробно углубленно. Ну, возможно, у вас накопились вопросы уже сейчас и пожелания. Поэтому давайте как раз этому посвятим какое-то время. Какие-то, если у вас идеи в процессе возникли, готов ответить на них. А есть функция, которая Visual Basic, непечатные символы? Непечатные символы? В самом Visual Basic простой такой функции нет. Вот, поэтому в данном случае я как раз и воспользуюсь аналогом этой функции из Excel. Функция Clean. Вот она. То есть, но это функция именно Excel-овская, поэтому данная команда, например, в Word работать не будет. Или где-нибудь там еще у нас, где есть VBA. Вот, но так как мы все-таки в среде Excel обсуждали вопрос, я воспользуюсь таким приемом. Если бы я что-то подобное программировал, но, скажем, для баз данных Access, исправить непечатные символы был бы более сложный алгоритм. То есть я бы просто искал все коды символов, которые у меня лежат в соответствующей какой-то последовательности. Ну, это первые там 30 символов у нас в кодовой таблице как раз являются непечатными. И уже удалял бы их тем же самым приемом, тем же самым Replace. Но в данном случае мне этот вариант больше нравится одной строчкой, я избавился сразу от всех этих значков, не делая цикла по тексту по всей длине. И, в общем-то, мне этот прием очень, в данном случае, кажется подходящим. Да и главное, работает он быстро, шутер, то есть проблем не создают никаких. Да, еще какие-то вопросы, если кто, пожалуйста, готов ответить. Значит, вот тут много вопросов. Я смотрю. Значит, по поводу записи вебинара. Запись эта будет через какое-то время доступна на нашем канале специалист.ру в YouTube. Поэтому можно будет еще раз просмотреть эти вещи. Файлы, которые у меня сейчас после всего этого рассказа образовались, я выложу также в личный кабинет. Можно будет скачать. Ну и, собственно, если какие-то вопросы, идеи, то тоже можно и в личном кабинете это написать. Дело в том, что есть очень много интересных идей по исправлению данных. И это касается в Excel, в первую очередь, как очень актуальная здесь ситуация. Но это может быть не только в Excel, а где угодно. Скажем, наверняка многим встречалась такая ситуация, когда мы имеем дело не как вот здесь, в нашем примере, ячейка, в которой название фирмы. Пусть написано разными способами, но это только одно название. Я взял это название, превратил его в корректное. А представьте себе, что у вас ячейка, в которой написано много всего. Там вперемешку идут и названия товаров, и их цены, и даты получения, и все это в каком-то не совсем упорядочном виде. То есть где-то у нас там восполняется недостаток дополнительными пробелами, где-то какие-то характерные скобочки стоят, а где-то вообще ничего нету, к чему бы привязаться мы могли. И вот в этом случае все это разрезать на части, проанализировать, почистить и превратить в нормальный вид, это тоже работа, не подъемная вручную, это тоже напрашивается описать программным путем с различными проверками, с различными, если там действительно непростая ситуация, которая не имеет стандартного готового решения. Ну, у каждого под себя приходится это все настраивать. И да, какие-то идеи из сегодняшнего семинара там можно использовать, но что-то еще можно было рассказать, показать из каких-то дополнительных функций, которые бы здесь применились. Поэтому, если интересно, то пишите, возможно, сделаем такой небольшой семинар продолжения этой темы. Может быть, еще какие-то идеи возникли, тоже, пожалуйста. Хорошо. Ну что, мы будем потихонечку заканчивать. И спасибо за внимание. Я с удовольствием еще общался бы с вами, но это можно сделать в следующий раз в продолжении. И, собственно, все материалы по прошедшему семинару потом будут доступны у нас в ссылке на сайте специалист и в YouTube ищите нас на канале специалист.ру. Ну что ж, всем спасибо за внимание. Продолжение следует...